Привет зритель! Подписчик, просто зритель мимо проходящий, а ещё люди, которые болеют чужим возрастом. Прикиньте, люди болеющие чужим возрастом, обычно им болеют какие-нибудь малолетки. Я когда была малолеткой, я была умнее, чем теперешние малолетки, которые мне пишут вот это вот с возрастом. Короче, прикиньте, люди, мне 34 года, я занимаюсь скандрейтом, не первый год, люблю аниме, на днях тут запоем, целый день читала мангу по фэритейл, потому что серия закончилась, до следующей практически ещё была целая неделя, во вторник это был. И я усила считать там где-то вот с того момента, как серия закончилась, поняла, почему там где-то в каментах писали, что по три главы на одну серию. Последние 10 глав я читала уже полностью, не перепрыгивая, при том, что последнюю главу я читала ещё год назад, когда рекуда её реализнули. В общем, теперь приступаем к просмотру обзора покупочек еды. Как-то вот я тут поняла, что я вам ещё и обзор покупочек еды тут не делала, потому что ну как-то мёртлая. Человеки даже в каментах переживали, посыба, что переживали за меня. Мне приятно. Так, у меня там фоном видно вот это вот, вот это вот. Там монтироваться будет с малого формата, потому что сейчас у меня, Сонька, настроена запись двух форматов. Возможно, кот сейчас подерёт, а может не подерёт, не будет слышно, но нет, не подрал, он посидел, полежался, пошёл дальше. Короче, коврик не подрал. У меня там фоном обзор моего мнения насчёт лимиток и фреше. Я монтирую, потом это скину тоже, если одно файлом вообще будет, так если одним файлом сразу закину, без монтирования. И попруся, короче, с ноутбуком туда на кухонку разгребу стольчик, возьму планшетичок, потому что без него никак. И буду тайпить, попутно клинить, и снова тайпить тарт. Потому что третья глава, как бы вот, ну надо уже её как-то сделать. Хотела сказать всем спасибо, всем пока, но ещё рано говорить спасибо. И пока вот я тут себе купила. На 434 с копейками купила. Здоровый стиль, хлебцы, пшеничные, натуральный продукт, без пищевых добавок. Высокое содержание клетчатки. У меня, конечно, помидорки сушёненькие, такие свеженькие. Ну, с нашего ещё огородика, точнее садика. У меня тётя когда была, когда я тут помирала, она увидела, значит, эти помидорки, они говорят, у тебя чужие помидоры. Я говорю, да, они созрели, я про них забыла, некоторые ещё не дозрели. В общем, тут типа показано, как можно сделать бутербродик, ну, я, может, с чем это захомячу. Вообще, я забыла, что у меня есть ещё какие-то хлебцы хлебные. А это у нас цельное зерно пшеницы, без гомео. Без гомео. Что-то где-то у меня цена была. Что я зерну? Ну, вы привыкшие, а кто не привык, ну, гомео на сайт, что делаешь. Зевает человек. Второй раз сегодня на улице была. Думаю, может, доползу до турников, а может, уже не доползу. Где у нас эти чёртовы хлебцы? Я ещё и хлеб купила, кажется. Но просто украинский новый. Хлебцы у нас 32 рубля, 90 кп, 33, короче, рубля. Хлебцы. Хлебцы. Планшетик. Нотябрь на полочку. И да, я, наверное, это уже завтра сделаю. Я сегодня не осилю. К тому же я тут ложусь уже не знаю, какой день. В 22.00, 22.16. Семь часов встаю. Вот это я уже потом за АСМРю вам. Шёпотом. Пусть пока тут лежит. Так, я купил себе. Я уже его как-то покупал. Ну, у меня он что-то как-то умер благополучно. Но ещё не умер. Я его просто отдала людям на сухари. Те, которые с курями. Знакомым своим, которые держат курей, отдала это вот типа как на сухари. А тут в этот раз думаю, то, что не схомячится, я его не буду уже в морозилку убирать. Там какой-то ролик смотрела о здоровом питании. От какой-то там вообще не знаю, какой блогерши. Чисто мне что, Ютуб подкинул. Там она говорила, что на хлеб заморозить, потом взять кусочек разморозить в микроволновке. Вот он тут тупо как, типа свежий. Короче, я его вместо заморозить лучше потом сделаю сухарики с маслоцем подсолнечным, потому что другого пока нема. Ну, ещё есть... Ой, пардон. Команда Сай. Эксклюзми и так далее. Простите, великодушно. Есть у меня там ещё лёновая маслица, но я не знаю, с лёновым маслицем делают сухарики. Короче, зафигачу карий с маслицем подсолнечным, чесночка туда зафигачу. И сделаю себе сухариков из части хлебушка. Вот тут у нас этот хлеб. Гераславский. Мирс Добрин. Гераславский, Жадогорд, Гераславль. Сделанный он сегодня, 21-го, 12-го, 2018-го. Хлеб украинский, новой формовой в упаковке. В общем, вот как-то так. Так, хлебушек. Что-то он там в рублей 12 стоил. Да, 12.90. Я купила себе мандаринов. Есть такие у нас магнити, сейчас мандарины, которые вот мне нравятся. Вот у них... Человек тут задарил один мандаринку. Но я ничего ее не вскрывала, эту мандаринку. Она такая ближе к желтенькой. У меня еще есть даже апельсинчик от родственников. Задарили мне тоже апельсинчик. Короче, мандаринки такие. Вот у них мягонькая такая шкурка. И когда очищаешь, там вот эта мандаринка, и между мандаринкой и шкуркой такая прослойка воздуха. Они мне нравятся. Они обычно без зернышек и сладкие. Я обычно их так как-то аккуратно беру по 2 штучки. Просто раз в пятерке, что ли, взяла 2 штучки. Они оказались вкусные. А потом я их нигде не видела. И вот тут взяла уже магнити 6 штучек. Практически на Новый год. Ну, мне родня сказала, что надо на Новый год фруктов закупить. Так, где у нас тут мандарина? Мандарины 88 рублей 10 копеек это за килограмм. А тут у меня вышло аж на 754 грамма. А на 66 рублей 40 копеек. Офигеть. Что это у меня тут? А, оно было по скидке. Я вообще не думала, что я фрукты буду покупать. Мне надо было вроде как игрушку и банан, потому что мне тут задарили игрушку. У меня тут был банан. Был у меня тут самопальный творог. Еще у меня что-то было. А яблоки, яблоки у меня еще есть. И еще была черника протертая с сахаром, которую я как-то в Дикси купила. Она даже в обзоре была. Я зафигачила это все в миксер. Там сметанки еще добавила. Очень вкусное такое творожно-фруктовое пюре. Вышла я даже в этот кукпет захреначила. Я вот думаю, сейчас повторить. Повторить еду. Повторить. Обычно повторяют-то эти бьюти-блогеры какую-нибудь хрень. У меня не до чего сейчас рука не дотянется. Там вот духи есть, но у меня не дотянется рука. Там полочка есть, тоже рука не дотянется. Короче, я повторю себе вкусняшку. И что-то думала, надо мне, не надо эту грушу с бананом. В итоге взяла и купила. И что я взяла? Да что ж такое? Вы, люди, не думайте. Я высыпаюсь. Высыпаюсь. Вот вся прям высыпаюсь. Сразу вся. Сразу все эти, сколько там, 59, что ли, килограмм, да? С мышцами вместе. Вот все это высыпается. Встает Лёля с кровати, и сразу высыпается нахрен на пол. Собирай только. Короче, я думала, что я куплю себе несколько вкусняшек сладеньких. Обозрю их, потому что давно не обозревала. И будет всем счастьем. А случилось как-то дофига. Короче, Орион, Чокопай, что-то он по скидке был. Я вроде тут два месяца как-то с лишним не покупала особо всякую хрень, потому что у меня как-то, ну, как-то вот не хотелось. А тут думаю, что я сейчас тайпить буду. Мозгам нужен какой-то этот вкусняшек. А оно мне нравится. Я, правда, не особо догоняю, в чем разница Латэ или Орион, но вот эти Чокопай. По чем оно тут у нас по скидке-то было? 59 рублей 90 копеек. Без ГМО 6 штук. Так, идите сюда без ГМО. Еще! Я у них увидела еще до этого, но я не видела цену. А сейчас она у них типа как по скидке, по старой цене 150 грамм 149 с копейками рублей. По чем у нас тут Рафаэла-то? Ты где, Рафаэла? Слушайте, даже без копеек. 149 рублей 150 грамм Рафаэла. 100 лет уже не покупала. Никто мне не дарит. Сама не покупаю как-то. А тут думаю, что бы не купить. Новый год на носу практически. Нет, на самом деле, я давно считаю, что себя надо радовать. Вне зависимости вообще считаю от праздника, не праздника. Просто, если, допустим, раньше финансы не всегда позволяли петь романсы, ну, в смысле, по большей части пели романсы, ни черта не позволяли, то получалось покупать как-то к празднику. А теперь, да, ну, и, скажем так, традицию Советского Союза, что сладкие вкусные конфеты, ну, в смысле, вообще сладкое и вкусное. Конфеты и вкусности всякие покупать только по праздникам. Можно покупать в любое время суток. Ну, если магазины позволяют. В любое время вообще года. Так, что у нас тут еще? У меня там два банана должны быть. Я раньше ела исключительно зеленые, пресные, это полусладкие, практически сладкие бананы, которыми обычно обезьян кормят. Животных они... Хотя, может быть, есть какие-нибудь обезьяны, которые не животные. А тут в последнее время просто я тут как-то поняла, что вот у меня не идут эти крепкие полузрелые зеленые бананы, недозрелые. И у меня лежал какой-то... Вот я раньше терпеть не могла, я помню, у меня знакомая была, она спрашивает, Люль, ты какие бананы любишь? Зеленые? Я говорю, да, зеленые. И приносят мне такую практически кашу. Вот черненькие такие бананчики. Открывай, расхреначивай и ложечкой выскабривай. Вот говорю, и ешь сама их. А теперь внезапно я люблю вот эти, вот могу есть их вполне спокойно, вот эти перезрелые, не совсем зрелые, но в общем черненькими точечками бананчики. Вот купила себе пару бананчиков. Там было много зелененьких, я купила вот такие. Один заделаю сегодня вот со своим творожком, потому что надо что-то на ужин готовить. А у меня есть творожок, а я имею свойство забывать про творожок, и он имеет свойство умирать. А тут самопальный творожок Лёля впервые в жизни делала, на третью пятницу уже я покупаю. Третья пятница, я не знаю, как сейчас существует или нет, в Ярике было раньше литобъединение. Я помню, туда даже припёрлась с местными своими, там, тогдашними, типа, друзьями, поэтами. Адова. Короче, не, сами-то они нормальные, я насколько помню, все эти ярославские литобъединения, они между собой друг друга обсирали, дерьмом поливали, за глаза и в глаза, а как какая-нибудь пьянка, так вместе бухали. Я всегда на них в Африке была. Между собой так срутся, срутся, но как бухать, так вместе. Короче, третью пятницу я уже беру молоком, по утрам там в одно место привозится фермер. Раньше привозилась три раза в неделю, сейчас, видимо, на весь город не хватает этого всего. Зимой, вроде как, коров как-то меньше дует и кос так же. Ну и, в общем, как-то сваяла я тут на днях творожку. Ну, как бы это, мало творожку с кулачом, где-то с литр, с хвостиком там было. Надо было потом еще на этой свироке блинов заваять. В общем, где у нас тут-таки бананы там? 55 рублей 90 копеек за килограмм. Вышло у меня на 328 грамм бананов. 18 рублей 34 копейки. Я так это все дотошно читаю. Купил я себе груша. Я как-то купил себе грушу, она такой, сволочь, крепкой был. Что я с ней не делала, она все равно была крепкой. А тут я одну помял, вроде она мягкая, но, как я помню, я ее как-то купила, она была крепкой. Я тут помял, она вроде как мягкий. Мягкий груш. Хотя мне вот дарили грушу на днях, она была какая-то, не помню какой формы, но она была, я думала, что она крепкая, и разрезаю она. Такой мягкий-мягкий груш. Так, где у нас вот этот груш? Груш, ты где? Груша Вильямс, блин. Пакхамс. Вильямс дробь Пакхамс. В чем прикол ХЗ. 132 рубля 60 копеек стоит груш. Целых 200 грамм этот груш у меня был. На 26 рублей 52 копейки. Так, надеюсь, никого не попоболит, что я тут на какой-то... Как он там? Акцент перешла, что ли? Она, кажется, сломанная слегка. Или нет? Или не сломанная? Я ее как-то уже покупала, она мне так понравилась, я ее захомячила почти в одно рыло за один день, и поняла, что, наверное, хочет ее снова. Она была снова по той же скидке, по-моему. Так, где она тут? Милка с шоколадом, с цельным фундуком. 90 грамм 49 рублей 90 копеек. Цельный фундук, молочный, 90 грамм. Вот так. Я думаю, даже она, наверное, в этих пустых коробочках сожрать или не сожрать, в смысле съесть или выкинуть. Там вот. Но я сегодня их записывать уже не буду. А то как-то это... Надо... Короче, надо заставлять приоритеты, по-русски. Чтоб потом ластами не хлопать. Так. И огурчики я себе купила. На развес. Один огурчик я его взяла, он такой меняемый. Не этот крепенький, не мягонький. Никаких там у него непонятно чего нет. О чем огурчик, хрен его знает. Сейчас узнаем. Самое интересно. 167 рублей 90 копеек огурец пупыршатый за килограмм. 112 грамм он у меня вышел и на 18 рублей 80 копеек. Все вместе 434 рубля 69 копеек. Офигеть. А то вот. Я тут несколько дней ничего не покупала. И видимо надо было себя как-то это... Как-то компенсировать то, что тут ни хрена не тратилось. Всем спасибо за просмотр. Наверное надо еще что-нибудь сказать. По побольце человек, которому нечем... Очень много свободного времени на планету уже очередной седьмой. Наверное по счету седьмой я посчитала. Клон. Кот все-таки подрал. Он берет коврик, на котором стоит штативик. И хейтеры. Я так рада, что тратят на меня свое время. Вместо того, чтобы потратить его на что-то другое. Но, знаете, вот те, которые заявляют мне... Те сколько лет? 34. Тебе 34 года и ты смеешь вот этим заниматься. Еще скандлеить там аниме смотреть и прочую хренотень. Люди, вот в Японию приедьте. Или просто найдите какую-нибудь мангаку. Лет так ему 50. Вот, да, и так подойдите. Скажите, чувак, тебе 50 лет. Как ты смеешь заниматься вот этим вот манго-творчеством, а? Вот у вас мозги есть? Мне кажется, ни хрена нет. Потому что, если бы были, я бы на вашем месте сначала подумала. А потом бы спросила. Хотя, знаете, я на вашем месте бы вряд ли бы оказалась. У меня мозги есть, у вас нет. У тех, кто вот, тебе столько-то лет ты должна делать то и то. Кстати, вот об этом говорят не только малолетки какие-то, а вот даже вроде как взрослый человек с мозгами. Внешне выглядит как адекватный. Всем хорошее настроение. Не надо вякать мне в камень, ты не обрешай внимания на хейтеров. Если бы я не обращала внимания, я бы не обращала внимания на кого. А также, знаете, вообще я как бы не негодую. Я тут радуюсь, мне прикольно. Я даже своим ха-ха-ха поделилась с товарищем в личке. Я говорю, прикинь, говорю, вот это. Неделю роликов не было, меня атакуют хейтеры. Те, кто боят, что в 34 года нельзя таким заниматься. А еще фейховая фейхуя. Фейховая вот это, ну, фи... Да, вот я знаю, что слово есть фейк, а есть фейх. Я, знаете, еще хочу сказать, что есть буква К, есть буква Х. Иногда она читается как Х, иногда как Х. Если вдалбливаться вот в эти дебри... Я вспомнила нашего препода по-греческому. Он начинал с одного, перескакивал на другое. Ну, очень умный мужик был. Там просто, допустим, слово какое-то, и он расчленял это слово. Я думала, только я этим страдаю, оказывается, не только я. Будет очень длинный ролик. А у нас ролик же обзора жратвы, сладостей, фруктов тут. Тут из еды-то вообще что есть? Есть что из еды? Ну, бананы, можно сказать, еда. Потому что я помню, как-то мне очень хотелось мороженку и банана. А у нас денег что-то напряг было. И у меня бабуся, а я мелкая была. Ну, как мелкая? Ну, до 18 лет же считается ребенок, да. И как бы, у меня еще 18-й не было. И говорила, я говорю, хочу мороженку. Хочу банан. В смысле, хочу мороженку или банан. Она мне купила банан и сказала, что мороженка лишние калории отдает. И вообще нифига не полезная, а банан полезный. И вообще это еда. В общем, у меня тут из еды... Агурат, хлебцы, мандарины, наверное, с грушей тоже можно назвать едой. Ну, в принципе, без мандаринов и груши можно вполне прожить. А вот без хлебца, вроде, как-то, вот, ну, никак. Вот, когда я тут помирала, мне надо было слопать именно черного хлебушка. Благо он у меня с собой был. В смысле, в наличии. Всем пока. Особенно спасибо тем, кто оселил до самого конца и выслушал весь этот поток сознания. Хорошего вам настроения. Всем. Даже вот этим фейхуевой девочке. Побольцам по поводу возраста чужого и этим самым хейтерам. Субтитры сделал DimaTorzok